Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале ЮДИ за микрофоном по-прежнему, я Андрей, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием Ведьмак 2. Хотел сказать Дэвид Чёрт, то есть Ведьмак, но нет, всё-таки Ведьмак 2. Убийца, или убийцы королей, остановились на том, что мы должны были спуститься в канализацию, ну точнее в колодец. И мы сюда как раз таки и спустились. Вы в тёмной комнате, приспособьте глаза к темноте, выпавьте эликсир кошка. Не, не буду. Тут достаточно таки всё видно. Сначала здесь всё полутаем, посмотрим, что тут есть. А потом уже пойдём туда, как я понимаю, мне так и нужно сделать. Сука, нет. Мне нужно было не так сделать. Ладно. А если отгрузиться, у меня там далеко сейв? 7.40. Кстати, нет, недалеко, давай я отгружусь. О! Нормас. С кайфом. Просто сначала хочу посмотреть. Бля, заперто. Отлично. Зря, короче, загружался. Ну, ничего страшного, нормально, нормально. Хотя бы сейчас диалогов не будет. Ну, будут, но поменьше. А я буду балакать что-нибудь интересненькое. Вот, например, вот топит с нами обижит. Староватка для этого. Давай, вспоминай все уроки отца старого Весемира, деда позорного. Ай, бустуйся. Тут очень интересно выполнена идея мест силы с помощью каких-то, типа, ну вот как раз таки сгустков энергии, которые находятся в определенных местах только. И которые можно увидеть только при помощи своего охренительного Орлиного зрения. Ну, ни хрена здесь нету. Дядька утопит. А, какой же он громкий. Я вроде убавлял звуки. Нет, все равно громко. Причем очень сильно громко. Я это все забираю. И даже не задумываюсь, сколько это все может весить. Трофеи. А вот алхимия. А, все весит по нулям. Хотя нет, смотри, вот, например, мозги утопца весят 0,5 килограмма. А максимально я могу 250 таскать. Ну, ничего. Прогоди, что-то интересное должно быть. Тимерский меч, смотри-ка. А он не лучше ли моего сигиля с лучшим? 11-14. Я меняю меч. Очень он мне долго послужил. В скобочках нет. Зачем я переносил сохранение? Ну, ради брони, наверное. Да, в принципе, тут что-то. Броня, которую я в прошлой части собирал, фармил очень долго. По факту, говно. Меня это не устраивает. Мне это не нравится. Арандит здесь тоже что-то какой-то такой. Ну, нищенский, если честно. Дай себе, подлутаю, пожалуйста, что-нибудь. Спасибо. Слабый ументаген. Критический. Чего? Критических эффектов. Ну, ладно, хорошо. Я, наверное, опять же буду только ардом пользоваться. Хотя, может, здесь знаки как-то поприятнее работают. Охрена, огонь. Ну, ладно, допустим. Это, наверное, если ты кошку не всосал, хочешь что-то видеть, то можно использовать вот эти вот огоньки. Кстати, надо прокачаться. У меня же перк появился, третий уровень, да. Я буду качать все постепенно, потому что, смотри, тут на втором уровне этого скилла восстановления энергии, скорость восстановления энергии вне боя плюс 25 и в бою плюс 25. Хороший навык, как по мне. Что знаками я тут пользуюсь. В отличие от первой части. Ну, в плане я и в первой пользовался. Ну, поменьше, поменьше, ладно. Признаемся. Мне сюда, да? Ну да. Я думал, выбьет, но нет. Открыл по-человечески. Насколько это возможно. А, ну все. Приперся. У меня вот здесь вот, где вебка находится, получается... Вот здесь вот, в уголку где-то. Вот. Вот. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Во. Прицелился. Вот здесь, короче. У меня здесь находится... Значок... Знака. То есть, арт. И... Скорее всего, под ловушку там или под бомбу. Что-то одно из этого. Давай лутай. Ну, старый дебил. Тут дротва одна. Ну, ладно. Здесь железная руда еще есть. Так, ёптать, как он лутает, здесь все неудобно. Ну-ка, я меч уберу, чтоб он... Убери, пожалуйста. Спасибо. Ну-ка, вот это как мне взобрать? Никак, видимо. Не хотите он это зовут? Это ели. Скота ели. Как их крестьянина, скота ели. Ну ладно, чё. Пусть будут. Какая-то тема дикая намечается. Ну, ладенько. Ой, ой. Пацаны, я новый меч взял. Зацените. Ай. Вот ты чё-то не особо хочешь заснуть мой меч. Ни хрена здесь это. А чё он встал-то? Ни хрена меч убрал. Осел. Он какой-то здесь медленный достаточно. Ну, это, наверное, потому что реально ни хрена не прокачан. Всё. Разобрался. Так. Здесь у нас вот на стойке что-то есть. Ржавый меч. Ржавый стальной меч. Стальные-то мечи мне. Вот, подожди, а в чём разница обычного меча и стального? То, что один сделан из железа, другой не из железа? Ну, типа из стали? Давай, открывай. Наверное, в этом есть разница. Тихо. Лут. Взять всё хочу. Здесь ничего не берётся. Здесь же по-любому тоже лутобинар что-то есть. Да, конечно. Меня без лута не оставят здесь. Это всё можно продавать. Очень вкусно. Очень выгодно, наверное. Всё, золотал. Вон, только впереди что-то есть. Дратва опять. Заперто. А, мне сюда. Ладно. Я думал, дальше по коридору. Но это было бы слишком просто. Никакой смены локации. Неинтересно, да? Цветочек. Лепестки белого мира-то. Пригодится. О, колухи. Да ёпта, я забываю, как в этой игре уклоняться. Привык уже два раза нажимает. Да, прыгай. Здесь по-любому надо у вороты качать. Давай, добивай его. Пожалуйста. Он защитил справа, смотри-ка. Ладно, разменялись, но... Зато убил. Хоть как-то. Приказ солдатам. Сейчас интересно прочитать. Это будет секунду. Где, где, где? Немедленно отведите все войска и... Чего? Да. Отведите все войска и занять оборону у дороги, ведущих в монастырь. Занятые позиции удерживать любой ценой. Смерть тирану. Хорошо. Я понимаю, что мне туда надо, но... Нет. Мне туда пока что не надо. Потому что, смотри, там вон целое неизведанное место. Здесь же по-любому... Какой-нибудь прикол да завалялся мне. Грибы. О, спасибо, чего? Ни хрена здесь не заваля... О, погоди, здесь еще спуск есть. Еще грибы. Ягодки. Я пиздец плюшкин. Че я матерюсь? Не матерись, Андрей. Материться плохо. Тебя дети смотрят, наверное. Но у меня, по крайней мере, показывается то, что меня смотрят от 14 до 18. Или там от 16 до 21. Че-то такое, я не помню, короче. Но... Возраст, когда уже матерятся вовсю, но все равно. Мат, это не очень хорошо на людях. Использовать его можно только в компании друзей. Когда все понимают, о чем ты говоришь. То, что когда ты материшься, это ничего страшного. Так, очень страшно. Нужен ключ. Понял. Салам, парни. О, у вас тут что-то много. Да какие парни, я тут один. Хоть бы кого-нибудь прислал. Ай. Да ай. Больно. Да тихо, тихо, тихо. Жги. Да не жгется, товарищ командующий. Лох-лох-лох. Тихо. Никакой в атаку. Не надо. Нихрена, он задамажен. О, к нему больше не подойду. Вот этот последний удар. Видимо, вообще лютый. Рыцари, это изменники. Пленных не брать. Пожи, я хочу его красиво добить. Не добьет? Блин. Балабу. Он кровотечение сдох. Фу. Забавно. Первая смерть. Ну да, сохранение. Чё мне ещё идёт? Чуть-то стрелочка появляется. Отсюда? Ты чё, конченый? Ладно, давайте встретимся там. Я, короче, решил оставить последнюю битву, потому что я тут вспомнил то, что здесь же у знаков есть определенный прикол, который я хотел бы попробовать. Сейчас я немножко подубавлю численность населения местных воинов. Ай. Например. А-а-а. Тихо. Вот этих вот без щитов, без всего. Хочу сейчас немножко изничтожить. Смотри. Давай. Всё, на моей стороне. Смотри. Красава. Дерись, давай отважим. Только не знаю, насколько его хватит. Он же может выйти, теоретически из этого. И гнезда. А, всё, он, да, он вышел. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Так, подожди. Можно же квен еще использовать. Блин, только здесь знаки неудобно расположено на двух. Квен переназначить. Ты можешь углушиться? Нет? Бококульники! Не можешь? Сто паразитов! Ну, давай подожгу ради интереса, раз ты говоришь, жги гнездо пройти. На, покурим немножко. В лотах-то неплохо горит, цар. А давай попробуй на контратаку из этих. Квенных не брать! Бококульники! Нехером бьется больно. Я не хочу к нему подходить вообще, в принципе. Вперед! Если он, акси опять забайтить. Смотри, я сейчас за спину зайду. Бококульники! Ой-ой-ой. Во-во-во! Вот теперь нормально. Сейчас залутаемся. Ключ от чего? Ключ привратника. Все здесь, больше ничего нет? У меня есть немножко. Приказ солдатам. Да это мы уже читали. А, ну мне по квесту в ту комнату вернуться надо было. Все равно. Хорошо. А что у меня вообще по квесту муха ни хера себе? Навыполнял. Хорошо, допустим. Открывай. Комнатушку. Здесь вот есть сундучек. Старые кожаные перчатки. Я что, они лучше, чем мои? Ты хочешь сказать? Броня плюс один, броня плюс один. Тут только снижение магического действия, амайсио плюсом, дополнительные алхимические ингредиенты, сопротивление кровотечению. Блин. Хрен знает. Похожу в них немножко. Опять кутуе. Все, вроде ворота открываются. Он там еще... А, это значок то, что день. Ладно, ладно. Здорово, босики. Только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете. И самым богатым. Ловлю тебя на слове, король. Изи, давай. Видишь, Вернан? Геральт справился. А ты в меня не верил? Хорошее. Жрец изволил отправиться к своим богам. Я видел на реке Скайтаэлей. Где именно? Сколько? Как выглядят? Хрен с ними, с эльфами. Потом разберемся. Ну, как знаешь. Стоило, наверное, все-таки прислушаться. Скайтаэли. Кусочки головоломки начинают складываться, Геральт. Или ты говоришь правду, или очень складно сочиняешь. Я хочу услышать остальное. Или и то, и другое. Дети Фольтеста, монастырь. Что там произошло? Если бы не Тайлис, мы добрались бы туда одновременно. Не отвлекайся, ведьмак. Что же? Верховный жрец говорил правду. Это нам еще раз сказать сцену пока... Его величество Фольтест, король Тимири. Фольтест! Артур Тайлис, бывший граф Несвельд. Я подписывал тебе приговор. Да, баронесса меня помиловала. Как неудобно получилось. Где Анаис и Бусси? Ты про королевских отпрысков? Неиспытывай моего терпения, Тайлис. И я обещаю тебе легкую смерть. Признай Фольтест перед богами и людьми, что Бусси и Анаис плоды твоего греха, а не твое потомство. Покайся! Скажи правду. Так он это и не отрицает. Может ты не заметил, Тайлис, но мои войска уже в городе. А с ними палачи, чародейки и мутант, у которого нет ничего святого. Опять меня переодели, кстати. И меч мне дали другой. Не отважишься поднять руку на слугу Божьего. Да насрать. Где вы спрятали детей? И варежки переодели. Монастырь. Они вместе уединения. Что? Что это значит? Богохольство! Чародейские фокусы! Неправда. Тише, Тайлис. Мы в святом месте. Я никогда тебе этого не прощу. Слышишь меня, мутант? Скажи спасибо, что в морду не получил то, что я добрый сильно. Холера. Бывали штурмы неудачные, но этот дракон был последней каплей. Нормально все. Дракон как дракон. Погоди, переодеться. Самое важное. Вдруг бой будет. Так, мечик. Мечик, 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 мечик. На вот этот. Вот этот же. Да блин! Жалко то, что махаканский рун не сидит. Тут говно, если честно. Шанс убийства с одного удара. Снижение урона при блоках. Не, урон сильная разница. Ну, в пару единиц, но... Это, если честно, в данный момент это много. Ладно бы там было, типа, 560-565. И было бы там, не знаю, 565-570. Надо было бы вообще насрать. Че, куда идти-то? А, вон они. Я че-то их потерял из виду, если честно, на секунду. Я это... Осматривался, думал... Че, переполнил? Нажимайте кнопку уночка, который появился на экране. А, окутывай, блядь. Первое же нормальное кутуе. И я его провалил, ну ладно. Кстати, интересный факт. Расшифровка слова кутуе это QuickTimeEvents. С английского переводится как типа... Быстрые и временные собрутия. Чухо! Сука! Отстань! Да то он конченый! Как так-то? Че я ему сделал? Дракон вернулся! Я тыкал уже заранее. И готовь букву С нажимать. Не могу. Иди. Иди давай! Отстань, маня! Герасим, беги! О, победа! Хе-хе! О! Вовремя нажал. Я еще и арандит просрал. Ну, отлично. Просто замечательно. А, нет. Спас мне жизнь. Не просрал. Можешь просить, чего хочешь, ведьмак. В пределах разумного. Хе-хе. Я покидаю двор, государь. Я хотел бы, чтобы Трис Миригольд могла быть со мной. Если захочет. Конечно, захочет. Ты что, слепой? Или тупой? Да ладно тебе. Никто не станет вам мешать. Спасибо. Мое слово. Ты что-то мало просишь у него. Просил бы дом там. Полцарство. А им нормально. Нормально. Че ты переживал? Все с кайфом. Ох, 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 ох. О, сидит, ёпты. Отдыхает. Кто там? Вольтест. Я пришел за своими детьми. Какая черепаха какая-то. Подожди здесь, Геральт. Ты их напугаешь. Да без проблем, дядька. Слава богам. Мои молитвы услышаны. Ну а ты че дрочила? Иди давай. Там батька. Это не мой отец. А к чей? Он твой король, малыш. Колокола бьют в честь триумфа. Крепость пала, город взят. Государь, возблагодарим праотца и мать-создательницу за эту победу. Погоди, слепец. Я полгода не видел моих детей. Боги могут обождать. Послушайте меня внимательно. Мы немного поссорились с вашей мамой. Ну все это в прошлом. Злые люди обманули ее и обратили против меня. Но я наказал их и теперь все будет хорошо. Четыре сюжета. Не плавать. Когда-нибудь ты станешь королем, а короли не плачут. Они с кайфом умирают. Отвечаю. Иду люди с оружием, государь. Дети, быстро в келью. Куда? Скоро сюда придут мои рыцари. В какую келью? Вы познакомитесь с ними. Однажды будете ими повелевать. Но сперва Буси должен умыться, чтобы никто не видел его слез. В соседней комнате есть ведро с водой. Анаис, помоги брату. А никого не смущает монах под два метра ростом? Ну так, слегка. Нахер ему вот этот вырез в заднице, чтобы типа в туалет ходить было проще или как? Государь, помолимся. И перчатки вот эти вот с шипами тоже его не смутили? И тут Геральт все осознал. И такое типа... Оу! Это говно! Немного не в тайминг сказал. Ну ладно. Пойдет. а дальше мы знаем а нет не знаем еще или мы видели по идее трейлер был а где-то была уже эта сцена как будто бы или я что-то трою б бил девку кап 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 у это немножко другие звуки уже мне тупо актером озвучки надо идти такая трагичная сцена я тут что-то прикалываюсь здорово ёпта я лысый из brothers не узнал а это я но иди сука отдай сало ладно все успокоился совсем уже башкой поехал а ты чё не прыгнул седая блондинка хоть бы меч убрал хочу не не сделали должны были так не интересно вот и умер король фольтест от его правления мы все были как крест блэд не знаю так ну что ж должно быть больше я ничего от тебя не узнаю это значит я свободен на бит фольтест король тимерий разыжался ты пока единственный подозреваемый я сгнию в яме только потому что убийца оказался ловче и тебя неприятно не сгниешь тебя повесят но уже на мором варианте не могу влиять на приговор суда кто ты раши король много тебе рассказывал если бы не он я бы спился или сдох где-нибудь я бы сказал что фольта сделал для меня больше чем отец но отца своего я никогда не видел и поэтому я не успокоюсь пока убийца не будет наказан в чем состоит твоя служба я выполняю приказы сложные для других если бы у меня были свидетели а у тебя они есть я имел в виду трис если почему нельзя типа магия немножко поколдовать там и сделать там дождь не а что это объяснить типа сколько я мысли показали на зима не совета регентов ну ладно с тимере до нас в тимере мандир синих полосок так сделай что-нибудь настоящий убийца на свободе и с каждым часом уходит все дальше да в историю с монахом-убийцей я не верю я не говорю что он был монахом он был в рясе он уплыл в лодке с отрядом с кайтаэлей ты сможешь его узнать легко в жизни не видел такой горы мясо ходи жрачка то я вот тут уже сколько два часа объясняю это все он мне так пиво и не принес что если тебе удастся сбежать было бы здорово я пойду по следу убийцы короля ты знаешь где его искать примерно дарели помогли ему бежать вот с них и надо начать может ты даже знаешь что это за отряд откуда бы у них были маски в синюю полоску трофейные я думаю это отряд йорвита значит след у нас уже есть действительно я не знаю кто это а это отряд йорвита если ждешь от меня истории сперва накорми меня почему бы и нет бьянка удобно так но даже спинки есть ты ее за пивом отправлял два часа назад нихера не принесла этого и надо было начинать ты сам виноват твоя судьба в твоих руках я голодом спасибо мама маму роли марили а мне колбаски и сразу и пиво появилась и колбасочка под закусочку норма и он еще и хлебушек есть у из кайфу нормально всосал я не знал что в специальном отряде служат женщины бьянка одна из лучших как она оказалась в синих полосках я решила ее из лапской италии они сожгли ее деревню и перебили всех жителей ей тогда было лет 16 она приглянулась командиру отряда и ее пощадили так че делаем то хорошая вот еще что это материалы на геральта из ривии где а там на смерти фольта 100 нет геральта отсчет о событиях пятилетней давности добыло дело там помирал немножко ривия город население 1200 жителей да 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 среди них двести пятьдесят три нелюди знаем такую тему 25 сентября 1268 вспыхнул погром началась резня убивали эльфов и краснолюдов только один человек встал против разъяренной толпы красота то какая ходе беспорядков погибло 76 нелюбов в том числе ведьма геральт из ривии его ударил вилами в грудь человек о котором известно только то что его звали ров и он задолжал три кроны в местной корчме до эфира из венгерберга умерла спасая ведьмака тела ведьмака геральта и чародейки енифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами место их погребения неизвестно я помню ривия енифер что с тобой я видел я видел собственную смерть к тебе вернулась память нет только это самый конец жалко янка алё я не похавал эту кружку пиво выпил допрос окончен заковать его пиво хочу самому-то числа бо встать заковать лошара дай мне ключ лишних вопросов не задавать по жопе чего не ударил на было по жопе бить типа и давай иди давай утром я отплываю через пять минут за тобой придут хоть бы пиво оставил поешь тебе пригодится как ну не а если бы я был на его месте я бы нормально там нагнулся как-нибудь под подхалал бы кожаные штаны у него сексуальные все честно что не хавал то хоть бы пивка она нахреначку еще вчера его все на руках носили как героя какого до странного я сам видал как он 20 человек на месте уложил и правда как он задвигал по этим стенам я и меча не разглядел так он крутился было было дело это страхолютина я думал на клочки его разорвет да ничего завтра палачного кожи спустят а это не были ребята которые там женщин детей убивали спровоцировать хочу и стража подойди сюда добрый человек главное что пачки попритерешь я те сейчас подеру ох не было бы этой решетки вы бы у меня по-другому заговорили ну давай посмотрим сейчас фокус будет ребят смотри прикол теперь ты тут куту я тоже да а ой не вышло немножко с херокс чужой а.д. вот это я понимаю здесь битвы так лутай пожалуйста 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 так взять все валим с хаты что тут написано было что можно было осмотреть только чё я не понял это все мое добро нет это вообще не все мое добро а на хера мне руна подожди там его лутануть можно как будто бы я конечно все понимаю там нам идти надо но ладно вещи мои где а вы в обмороке вообще ничего залутать нельзя как так-то нормально все я штушить то умею вы можете оглушить сразу для этого подкрадитесь к нему и нажмите вы я живу с곽 ой 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 чё ты махаешь сукав не вышла ей палкой тебе отки рачу сюда иди а я пройти не могу все нормас прошел ты зайти пожалуйста смоги давай открывай все спасибо так тихо оковы на предмет лута да есть конечно что им сукно есть например что ешь так вроде пока ни черта нету ну маленькая вот мы только ты и ёперный театр ой извиняй я случайно я не хотел маленькая вот мои одни ты чё там баба угрожаешь негодяи ты сраный извращение сука я тебе покажу как женщинам приставать мудак заперто ну естественно заперт сейчас сделал так подожди какой огонь я взять хочу но добрый господин и а я не могу дома если б я очень сильно хотела я бы тебе открыл но я не могу как не открывается мать сорян но я не могу реально тебя выпустить очень сильно хочу но не могу хочу это было что ты стал сам общение охота заниматься уйди уйди добивайся красиво сделал базару нет базару нет держите меня не то угроблю кретина обещали карту вот вам карта на только первый класс должны меня закрыть закрыли так в чем дело объясни ему я не могу я я просто пытаюсь всех услышать ты должен был угодить что происходит воров сперва секут а теперь нихрена не разберешь рубец это или туннель я сломался ударь меня по-братски он сломался мне ведьмак сломался опять 18 17 еб ты опять отгружаться я хоть отсюда ладно сейчас вернусь к тому моменту так я дошел все с кайфом началась кат-сценка опа красава миссию здорово от давалет тихо ариан что ты тут делаешь тоже стоит за что тебя посадили говорят мол я убил фольтеста досадно я надеялся что сделаю это собственными руками но не получилось не фартанул услышал что-нибудь о моей матери фольтест ничего я не сделал с ней все хорошо тест приказал синим полоскам беречь ее как зеницу ока ублюдок ее должен охранять кто-то более благородный хотя бы баронет но ничего нечего думать как тебя спасать для меня честь рода важнее жизни и чё ты хочешь задумал это тебя не касается сперва нужно попасть в маслохранилище оттуда можно выбраться на поверхность так я слишком слабо помоги мне я-то помогу без проблем хочу сделать скажи жду здесь вернись за мной когда расчистишь путь ну ладно я вернусь за тобой но только уже в следующей серии ребята огромное всем спасибо за просмотр если понравился данный видеоролик подержите его лайком подписчик на канал конечно комментарии а так всем до новых встреч всем удачки всем пока пока